Ни платно, ни бесплатно в интернете где-то Адам не будет показан, по крайней мере в ближайшие несколько лет. За целый год в России, за целый год показов в кинотеатрах, нашлось в России 96 тысяч зрителей. Мы не успели, мы опоздали, мы болели. Во многих городах России показывался фильм и может еще показываться по вашей инициативе. Всего-навсего нужно собраться 20-30 человек. В России за год нашлось 96 тысяч зрителей, то есть за год. Такое количество говорит о том, что фильм никому не нужен. Поэтому не стоит утомляться и нас утомлять тем, что мы хотим показы посмотреть, дайте нам интернет. Нет желания, не было желания идти в кинотеатр, не надо, значит, фильм. В Украине нашлось для кинотеатров 16 тысяч зрителей. За год 16 тысяч зрителей. Поэтому то, что там мы все хотим посмотреть, для всего находится время, кроме, то есть мы не против, в принципе, что не нашлось времени для фильма, но для всего, для чего нужно, для всего время находится то, что мы на самом деле, чего мы хотим. Поэтому на этом, как бы, вот сейчас в Гомеле захотели, в Гомеле 13-14 ноября будет фильм. В Москве, везде, где есть коровы, в Петербурге, в Сургуте, в Новосибирске, в Новосибирске нет, в Калининграде, в Екатеринбурге, везде, где есть коров фильм, можно элементарно собраться 20-30-40 человек и элементарно зайти на сайт коров фильм и элементарно заказать под группу людей себе показ. Удобный для вас день, удобное для вас время. Много таких показов? Нет, не много. Если такие заказы нет, таких заказов практически нет. Это говорит о том, что мы просто ленимся дать ему в интернете посмотреть. Нам это неинтересно, это фильм погружения, это фильм атмосферы. Мы не предлагаем зрителям фильм где-то, а нам смотреть по телефону и по планшету, по компьютеру. Это когда-то будет, но очень не скоро. Мы заинтересованы в премьерах в Европе и, дай бог, они там состоятся. Поэтому, к сожалению, онлайн исключает какое-либо продвижение кинопроката дальше. А для нас важно, все-таки, как ни странно, нам пришлось не просто создать фильм, нам пришлось бороться за зрителя и возвращать современного человека к нормальному восприятию. Остановиться, сосредоточиться и посмотреть фильм. Если на «Последний богатырь в России» нашлось 7 миллионов человек за две недели, то нечего нас утомлять всякими разговорами. А где ты, Адам, мы хотим, мы не хотим, мы времени нашли. 7 миллионов человек «Последний богатырь» в разгар пандемии посмотрело за две недели в России. 100 тысяч зрителей не набралось за год, ну, значит, не нужен фильм. Вот и все. И всякие разговоры, нужен, не нужен, думайте о том, что, я вам скажу, знаете, никто не виноват в том, в чем мы живем, и что окружает нас, что есть вокруг нас. Вот все то, что вы видите, там, мусор, грязь, хамство, это все мы с вами. Потому что кинотеатры не показывают подобные фильмы не потому, что они не хотят показывать, а потому что они показывают то, на что есть спрос. И если они показывают что-то другое, не то, что вам нравится, значит, на это есть спрос. А так как вы не проявляете спрос на что-то другое, то есть то, что есть. То есть виноват не министр культуры, не директора кинотеатров, а виноваты мы с вами. Мы с вами, которые не проявляем спрос на что-то светлое, на что-то доброе, на что-то мирное. Вот и все. Все пространство вокруг нас создаем мы сами. Всем добра и здоровья.